Врачи сейчас испытывают большую нагрузку. Необходима не только медицинская, но и офисная техника. Два новых персональных компьютера и принтер помогут разгрузить регистратуру, повысить качество и оперативность обслуживания пациентов. Ведь сейчас, когда заболеваемость высока, в медицинские организации обращается очень много людей. Поликлиника номер два – это базовая больница Пролитарского района Саранска. Важно избежать больших очередей и контактов между пациентами. Цифровизация работы регистратуры в таких условиях необходима. Поликлиника начинается с регистратуры. Правильно это сказано. Большая часть населения, она проходит сначала, обращается в регистратуру. И чтобы во избежание жалоб и большого скопления людей, медрегистраторам – это большая помощь. Такой важный и нужный подарок второй поликлиники сделали депутаты Госсобрания Мордовии от «Единой России». Представители партии начали помогать медикам с самого начала пандемии. Поддерживают, чем могут. Приобретают медикаменты, средства индивидуальной защиты и оборудование. Сейчас у поликлиники возникла потребность в новых компьютерах. Сделать такой подарок помогли и неравнодушные предприниматели. У нас совместно с представителями бизнеса это обошлось свыше 100 тысяч рублей. Я думаю, что это не в деньгах должно оцениваться, а именно в полезности для работы данного подразделения, медицинского учреждения. В сложное время любая поддержка необходима. Медики борются за жизнь и здоровье пациентов, но и сами нуждаются в посильной помощи. Врачам очень, ну совсем непросто, да, и дай бог, что они вот вообще здоровые у нас ходят. Да, это самое главное, потому что, чтобы лечить было людей. А мы постоянно помогаем, какие-то запросы к нам идут. Ну здесь, понятно, мы депутаты было собрания в Паралитарском районе, да, поэтому мы стараемся какие-то базовые вещи здесь тоже смотреть, все учитывать. Ну, опять-таки, по возможностям, да, там не всегда есть возможности много помоешься, может быть, но по капельке, по капельке. Депутаты «Единой России» также призвали бизнес-сообщество сплотиться в борьбе с общим врагом – коронавирусом. Пусть малыми, но общими усилиями можно создать для медиков те условия, которые позволят справиться с тяжелой эпидемической обстановкой. Ирина Семенова, Народные новости.